Танчик приехал, уже было смиркание, на своем ходу потихоньку, это так, мы проехали пару километров, кувалдой шестерень ведущую подбили, проехали дальше, 15 километров в час мы ехали, вот, приехали туда, нас поставили на пост, кто стоял возле бэхи, они сейчас, ну, сейчас один возле меня и двое, а остальные трехсотые, кто стоял в палатке. Кто в палатке получили осколки в голову, колонна приехала за 15 минут, руки, колени, все, куча мяса, куча все. Дело в том, что там, что пацан спал на кровати, все, что видели, пацан спал на кровати в спальнику, на кровати, на вот такой, на одноместной, и, короче, его просто-напросто, вот это был взрыв, короче, вот эта вся фигня, просто кровать скрутила, как улитку просто, и все. Там, на моих глазах, на моих глазах, когда вывозил, я ранили, на лад, бежал мужичок, да бензовоз, бензовоз, бэхо попадает, тело влетело, все, и растворилось. Что еще? Страшно. Вывозили тела в сараи, в коровники, там, старые коровники, вывозили туда, ложили на доски, потому что некуда, просто вывозили оттуда, потому что... Мы прекрасно взрывались, осколки летят, бэмп едет, люди возле него, чтобы не попали осколки, выносили, люди вытягивали оттуда. А они говорят, блиндажи. Они говорят, блиндажи, в блиндажах два окопа попало посредине, и два пацана, один тут, один тут, сгорели вообще. То есть блиндаж вот этого не помогает? Блиндаж вот этот, что копается, это не помогает. Два окопа стоят посредине воронка, один без головы, без горбуза, один без ног. Вот вам окоп. Ничего. А до этого, до этого, передавали, кто стоял на высотках, на постах, передавали, что в зеленке фары, в зеленке фары, спостерегай, спостерегай ты и все. Четыре часа приехала колонна, 4.15 колонны не стало. И вообще, бригады нет. Колонна привезла боеприпасы. Они только остановились, ребята пошли, кто телефоны поставил на зарядку, кто пошел отдыхать. И 4.15 сразу бомбежка, и разбомбили сразу. Вот такое. Что вам еще рассказать? Та самая сюда, в Амброзивке тоже. В Амброзивке, 8-й рот. Мы только приехали после одной бомбежки, приехали, приехали, приехали цебло, 14 человек, 14 человек, 15 человек. И только приехали, и в эту же ночь опять бомбежка в Амброзивке идут. Потом на следующий день, опять, следующую ночь, опять бомбежка, опять Жешградом накрыли. И видели, стояли пацаны на посту, видели, что стреляли со стороны России, говорят мне, командующий наш, говорят мне, не может. Ребята, одно просто, вы можете передать письмо, передать письмо заказное, сейчас поспицы готовятся наши. Да уже поехали. Поехали? Да, никуда не поехали. Нет, так они уже... В отпуск, да, к нему подходим, чтобы в отпуск. Но 45-й нет. Потому что мы дезертиры. Дезертиры вы не воевали. Говорят, мы не воевали. А если мы не воевали, у нас людей уже не... Мы тут не должны быть вообще. Не мать техники нормальной воевать, уже техника все поломана вся. Людей не мать. Воевать, с кем воевать, против чего воевать? Это... Против рада. Надо быть просто сумасшедшим. Или против танка с вот этим, или против артиллерии с автоматом. Куда идти воевать? Живого врага мы не видели. Живого врага не мать, с артиллерии работали. Дали нам укол? Дали нам укол. Успокоительный. Это против шока. Лапоть оторвали, то ты чувствуешь, что у тебя вторую лапоть оторвали. Понимаешь? Ну, что еще можно тебе... Всего, конечно, не расскажешь, потому что... Ничего не расскажешь. Тяжело рассказывать. На глаза увидели тяжело. Машину сейчас захожу, ложусь, вот эту машину. Штора закрывается, и видишь все. Ну, глаза закрываешь. Сегодня ночью растяжка сработала, повискакивали из палатки босиком, давай прятаться. Потому что ждешь, уже ждешь непонятно чего и откуда ждешь. Прячемся, чтобы только чисто... Прячемся, аж... А нас посылают туда обратно. А нас туда назад отправляют. Едите туда. Вам бросили, да? Да. Чтобы добыли, чтобы никакой информации не... Уже говорят, 72-й бригада не существует, а мы что есть тут. Говорим, дайте нам отпуск, говорю, отдохнуть хотя бы. Морально хотя бы отдохнуть надо. Нет, мы вам отпуск не надо. Пошли в медбату, то есть вот третий день нас таблетками кормят и все. Валерьянку даю, чтобы успокоить. А говорят, что мой курс. Как мой курс? Да там, короче, такое увидели, да. Словами не передать. Тяжело. Если это, сейчас мы подойдем, и вы увидите лично, на свои глаза снимки. Только жалко, что вы, я не знаю, могут переписывать. Нет, на телефон можно. Можно на телефонский, там карточка есть. С фотоаппарата, там вот это вот. С фотоаппарата не сбросит. Лично, лично это. Есть на телефоне снимки все. Все надо сейчас найти. Чисто вот эти вот снимки. Как взрывалась БК, как с носилками ранили кутияга. И как после того остатки. Мне говорят, что 200-х, 30-х, 29 человек, там моноголовных больше. Но пацаны их загружались. Только 60-300-х мы забрали. 60-300-х. А 200-х, 4 КамАЗ. И правда нигде нет. А еще неизвестно, сколько пропало безвести, потому что их вообще, они растворились. Это слова мне не объяснить просто. Это просто странно. Ну, он может тебе тоже много отказать. Тоже может. Ну, он бросилки. Он бросилки вот этого. Два обстрела потом еще. Ну, восьмую роту. Прямо попаданием в палатку. О, двухсотых, после этой, в сутки практически держали. Машины не накрытые. Их вчера, когда 16-го числа был, да? И 15-го. 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 А вчера только в Белую Церковь привезли. А сегодня опознание. Я думал в ящичку. Маленький ящик, цинк от патрона. Чисто, что с него осталось. И четверых. Один шоу. Можно было обознать. Там полицию еще. Один вообще без ног. А другие там это вообще. Без ног совсем. А те, в Борисболе, без ног выползал, блядь. Крову вот это вот все шурует. А там хана, страх. Все еще. А тех остальных осколками купил. Не живые, но осколками купил. Одного вообще перерывало по броне. Прятались на второй день. После этого мы прятались чисто. Технику оставляли, чтобы от тебя придется. В посадку спрятались. Когда было бомбежка. Утром пришли. Старались никому не говорить. Именно БК. Они БК не трогают. Боеприпасы. БК. А лупят там, там где живые. Там где мы пацаны. Там короче такое чувство, что просто сливают информацию и стреляют целенаправленно, по-любому. То есть какой-то дядя. Определенно, чисто, коротко, ясно. Что-то где-то кому-то продал. Эти приехали конкретно стрельным. Потому что два раза с одного места. Никто туда даже не поехал. Не соизволил дать какие-то команды, поехать. Занять какую-то позицию. Дождаться, может, приеду. Конкретно видно было, откуда лупить. Это не было со стороны России. Это со стороны украинской территории. Это по-любому. А со стороны России первый был. Первый был со стороны России. Ну, кто написал, что наши на посту стояли, то говорили. Мы стояли, мы у нас в позиции курган, остров. Мы реально видели, откуда оно все валило. Вот этот вот залп, мы это все видели сразу. Еще было секунд пять, наверное, закляк сразу, не знаю, что сказать. Кричу, град, все, хаваясь. Мы приняли. Может, после первого обстрела никто никого узнавал? Ничто не поедет, вообще, никаких команд, ничего. Не с России, там пять километров, даже не ма пять километров от ноги. Там недалеко она стреляла, пацаны. Просто после такого обстрела должна наша вертушка хотя бы... Конечно, подкрепление было только тогда, подкрепление уже появилось только и то, истребитель какой-то, сказали, что это наш. Но наш, он не наш, мы не знаем. Он летал, что-то гудел там, короче, бомбежка ишла, как ишла, целый день ишла бомбежка. То град, то минометы стреляли потом 15-го числа, чи 16-го. Нашли информацию, просто идет конкретная. Конкретная сли информацию. 11-го числа пацаны наши от града пострадали тоже 24-го, когда разбомбили по телевизору, сказали, что 19 человек погибло, там погибло бы более чем полсотни. И они приехали на четкую позицию, только стали, и град валил именно туда, где они стали. Не влево, не вправо, а четко где стояли эти люди. Соответственно, мужланы делают бабки себе, миллиарды воротят. А тут погибай за черт знает что, тем более за что. За этих людей, которые тебя не поддерживают, за Донецкую эту землю. Да нам не надо, Донецкая земля. Они у нас сидят сейчас на центральном управлении. Даже в партизанщину уйти страшно, потому что эти местные люди поддерживают эту Россию. И что, куда уйти? Да они же тебя завалят. Тут едем у колонны, люди улыбаются, а взади показывают долю. И что застали? В чем? Кому тут нет? Просим отпуск? А отпуска не дают. Хотя бы должна реабилитация. По закону есть. Реабилитация, конечно, надо решать. Да, мы вчера стояли. Блин, не проходит, не это. Вчера стояли возле штаба, сработала обычная сигналка. Все сразу выпали на такую измену, что вообще. Куда? А ночью сегодня? Сигналка сработала. Полдвенадцатого. Мы по посадке пособирали, босиком, по высадке. Реально страшно, а комбриг выходит, а командир бригады, получается, выходит и говорит, я вас здесь не держу, можете ехать. Мы так и не поняли, как мы отходили. Все, я вас здесь не держу, я уже не командир бригады, потому что говорит, я пошутил. Мы втроем выскочили оттуда, короче. Так, как это вообще называется? Ты либо рули, либо уже не рули. Мы выскочили, не знаю, как мы... И приказы, поменяйте место дислокации на 200 метров, на 200 метров, да, идите в другую посадку и ждите. В чистую, где нет ближе ничего, блядь. Но сидите в этой посадке и ждите, чего ждите. Зениткою двустволкою сбить истребителя, если не можно сбить без пилотника. Сидите, заревайте, ждите, пока вас их выпалят нахрен. Есть фотографии, где попал, у меня есть фотки, где выпало полностью всю палатку. И они говорят, что придет подкрепление. Какое подкрепление? Нам не надо, ну, людей там понятно надо, но зачем просто присылать сюда мясо? Если надо здесь техника, боеприпасов хватает, надо техника какую-то, вооружаться чем-то. Они присылать просто мясо, одни меня на других, ну, это... Авиацию надо сюда и артиллерию. Мы вас туда не посылали, а я вас туда не посылал. Вас там не должно быть. Вы не должны сопровождение. И, короче, прошла такая информация, что отсюда отправляют какую-то комиссию. Так вчера срочников, которые здесь были, срочникам быстро дали бумажку, сказали уезжайте, ребята, отсюда. Только своим ходом. Пацаны уехали, не знаю, добрали. А теперь дезертируем мы. Нет, у них есть бумажка официальная. Нет, мы считаемся, типа, типа. У срочников есть официальная бумажка. А что она сгорела, так мы дезертируем. Так бы сгорели. На третий день бы точно выпалили все. Говорит, выехать. Говорит, выехать вот. Хотя приказ был до 8 вечера всем выехать. Говорит, выехать. А как можно выехать, если толпа в своем форме едет вверху? Любой пост приведет нас до кого? Вторая. Или свои, или чужие, например. Вот и все. Есть? На третий. Четвертый. Пепелсон. Может быть, эпицентр просто. А их надо засветить, потому что правда не выйдет. Не выйдет. Нас уничтожили. Так не уничтожили. Три пацана живым хорили. Двоя половинками остались. Гришу, Гришу приведи. У него там снимки, два снимка. Пошли. Сейчас мы, короче, приедем. Давай, Гриша. Сейчас, ребята, покажем снимки. Что вы угрозим?